Жители России в десятый раз проголосуют за народного участкового. Конкурс ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с издательским домом «Комсомольская правда». Победитель будет определён в ходе онлайн-голосования финального этапа конкурса на сайте «Комсомольской правды». Работа участкового – одна из самых сложных в полиции, особенно в сельской местности. Здесь участковый всегда на передовой, его деятельность у местных жителей всегда на виду. Владимир Колесниченко ещё в старших классах определился с будущей профессией. После школы поступил в университет МВД и уже 8 лет работает участковым. В Нинецкий округ Владимир приехал из Адыгеи 5 лет назад. Быстро освоился на своём административном участке, изучил обстановку и познакомился с населением. Находясь на административном участке, ко мне часто обращаются граждане, а именно владельцы охотничьего оружия, с просьбой оказать содействие по переоформлению, продлению либо получению разрешения на ношение и хранение оружия. Данным гражданам оказывается всякое содействие, проверяются по месту жительства условия сохранности оружия, также наличие сейфа. Своей главной задачей Владимир считает помогать людям. Как говорят в муниципалитете, его отличают в услуги профессионализм и отзывчивость. Поэтому уважение и признание жителей завоевал сразу. В этом году майор полиции Владимир Колесниченко стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый-2020», который по традиции проходил в формате онлайн-голосования. Вот недавно прошел конкурс «Народный участковый». Мы свои голоса отдали за своего участкового. И, конечно, пожелать ему дальнейшего продвижения, участия в следующем этапе. И мы также будем за него голосовать. И хочу сказать своим знакомым, нашим зельчанам, поддержать эту кандидатуру. Из трех участников регионального этапа конкурса «Народный участковый» Владимир Борисович набрал наибольшее количество голосов. Поддержать участника от Ненецкого округа в третьем финальном этапе можно до 10 ноября. По итогам регионального этапа наибольшее количество голосов набрал старший участковый полномоченной полиции Колесниченко Владимир Борисович, который представляет Ненецкий автономный округ на Всероссийском конкурсе. Всего в региональном этапе приняло участие трое участковых, обслуживающих административные участки муниципальных образований городской округ город Наринмар и городское поселение рабочий поселок искателей. Ну и наш Колесниченко, который обслуживает административный участок Канинского сельского совета. Проголосовать можно в период времени с 1 по 10 ноября на сайте Комсомольской правды и в специальном разделе, размещенном на сайте Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нининскому автономному округу. За звание лучшего участкового уполномоченного полиции страны во время заключительного тура будут бороться 84 полицейских, по одному представителю от каждого регионального подразделения МВД России. Участковые уполномоченные, которые наберут наибольшее количество голосов, получат дипломы и призы.